Привет всем, добро пожаловать обратно, Варлок проходит с Лейдспар. Я взял в руки кубик, как в ганджере, чтобы кидать его. Здесь кубика не будет. Так. А, мы взяли 18-е за эту безмолвную, точно. Йоу, мы взяли его, наконец-то. Блин, не прошло и полгода. Надо попробовать брать 18-е с дефекта. Я не хочу застрять, чтобы у меня у всех была 20-ка взята, и только там у дефекта осталось 18-е. Я сойду с ума, поэтому... Случайно обычная реликвия, либо семьи здоровья и редкую реликвию. Знаешь что? Нам надо рисковать. Давай мне редкую реликвию. О, Трубка Мира. Какой билд дефекта рулит с маленькой колодой? Конечно же, исполосовать. Вы знаете ответ на этот вопрос. А ты видел бой? Какой бой? Ты имеешь ввиду Нурмагомедова с этим, с товарищем ирландским нашим союзником? Нет, не видел. Я не смотрю. Мне лень. Мы хотим, наверное, пойти вот сюда, по этому пути. Мне не нравится, что здесь никуда не свернуть и много боев. Мало костров. Ну-ка, здесь много костров. Раз, два, три, четыре костра. Самое большое количество. Раз. Больше костров все равно нигде не возьмем. Через элиток идти в любом случае надо. Альтернатива вот здесь. Через вопросики и две элитки. Две элитки за дефекта в начале. Это почти смерть. Хабиб против Конора. Да. Я не видел бой. Нет. Зачем? Че я там не видел? Два потных мужика друг друга обнимают, целуют там друг друга. Любят. Все такое. Че мне на них смотреть? Я лучше с них дерусь. Я бы Конора Макгрегора завалил бы за пять секунд. Он бы даже пискнуть не успел. Тут 6-12. Мы не наносим достаточно дамага. Я, кстати, один из лучших бойцов на этой планете. Если вы не знали. Исполосовать это обычная карта. Ее найти легко. Как сделать так, чтобы колода на исполосовать жила и не умирала? Брать карты, которые стоят ноль. Теоретически. И делать колоду через карты за ноль. Спасибо. Огромное спасибо вам. Нас пробивают здесь на 5. Мне это не нравится, но мы особо ничего сделать не можем. Мы, кстати, идем нормально. У нас есть, в принципе, и дамаг есть. Оптимизация в маленькой колоде тоже может играть. Ее можно сделать так, чтобы она стоила ноль. Я не знаю, нужно ли нам сейчас забивать колоду лишним. Вот такими фиговинами, как оптимизация. Ну, давай. Но и маленькой колоды, как таковой, у нас пока что нет. У нас есть просто трубка мира. Да? Трубка мира сама по себе, это не маленькая колода. Она нас пока не спасает. Чтобы... Чтобы трубка мира работала, ее нужно использовать. Эммм... Чтобы ее использовать, нужно заходить в костры. И еще нужно в этих кострах не лечиться, а, собственно, делать вот эту фигню. Вторая оптимизация, я думаю, лишняя. Удвоить энергию прикольно вначале. В принципе, если на нас оптимизация приходит, то это всегда хорошо. Шаровой магазин. Я не вижу исполосовать здесь. Просто не вижу. Ну, потому что ее здесь нет. Что абсолютно логично. Мы можем начать уже делать маленькую колоду. Прямо сейчас. Убирать обычные удары, начать. И продолжить это дело в кострах. Так, с этим чуваком бой обычно долгий. Давайте зелерегена сразу. Ну и к тому же он нас пробивает, поэтому... А, зелереген надо было на элитку оставить. Мы, наверное, сейчас потеряем лишнее здоровье. Защита, защита. Плюс оптимизация сверху. Отлично. Он мертв на следующий ход. О, мы даже далеко не достаточно полечимся. Мы можем дать ему еще один ход. И не добивать его сейчас. А, нет, его сейчас молнией добьет. Да, я тормоз. Зелерегена. Зелерегена сильно провтыкал. Ну и вот тут важный вариант. Если мы сделаем, например, затяжку. Уберем... Чего мы уберем? Уберем сдвоенный разряд. Потому что мы много сфер призывать не будем. То есть разряжать мы их, наверное, сильно особо не хотим. Да, давай попробуем. Мы попробуем сделать... Мы попробуем сделать билд на... На атаках, а не на защите. Я думаю, это единственный для нас сейчас вариант. Защита нужна будет, но в основном мы будем типа оптимизацию использовать такое. Слушай, Варлок топ. Ну, этот, слушай. И не надо ругаться. Совсем не стоит. Блин, 24 урона в лицо. Мы его можем убить на следующий ход? Практически нулевой шанс. Мы можем просто умереть в этом бою, и как бы все закончится. Тихо, мирно мы умерли. Замечательно. 6 плюс 6. 12, 18 здоровья. Здоровья. Класс. Ну, вот вам... Вот вам возвышение. То есть доходишь до элитки и умираешь. Это была плохая идея. Это была очень плохая... О, Женя, Женя, ты принесла мне вкусные штучки. Спасибо тебе большое. В общем, Женя сделала очень вкусную штуку. Печенье. Самое обычное. А на нем сверху намазка. Намазка. Здесь... Настоящее какао. Потом творог, я так понимаю. И еще что-то, типа масло, что ли. Короче, получилась шоколадная намазка. Очень вкусная домашняя. Мне просто нужно было подкрепиться после этого отличного старта. Привет. Можно поздравить Эминома с 46-летием? Дорогой маршал. Поздравляю тебя с тем, что тебе исполнилось 46 лет. Ты очень классный. У тебя классная прическа. Мне нравятся твои белые волосы. Маршал, я тебя люблю. Стань моей женой. Пожалуйста. Вот. Мы поздравили Эминома. Дошел до второй фазы крысы. Поздравляю. Слушай, а что? Вторая фаза крысы. Это хорошо. В общем, какой мы вывод сделали из первой попытки? Явно не работает такой вариант удалять карты в начале. А я не скажу, что он прямо вот очень хреново работает. Но немножко не то. Блин, исполосовать опять лезет. Слишком медленно. Билд на исполосовать слишком медленный. Для того, чтобы он работал, нужна куча времени. Куча времени и сил. Поэтому мы не можем. Вот что мы можем, это убрать удар. Ну вот теперь нам исполосовать попадается на каждом углу. Мы можем попробовать убрать еще одну какую-нибудь ненужную карту. Или оставить на релике. Что еще альтернативно? Разряд статики? Блин. Обычно, если ты теряешь очки здоровья, то ты уже мертв. Лучевая ячейка. Хорошая штука. Кстати, лучевая ячейка нас ускорит сильно. В боях. И мы могли бы убрать сдвоенный разряд. Действительно. Потому что без апгрейда он не очень хороший. А если его апгрейдить, то вместо этого, знаешь, можно заняться чем-нибудь другим. Так, сколько они бьют? 6 плюс 7. 13. Я не хочу вообще получать здесь дамага, поэтому пошли нафиг. Открывая молния. Раз. Два. Тебя убьет молния какая-нибудь. 100%. Гарантирую, что хотя бы одна в тебя попадет. Но зачем рисковать? Если все три молнии просто во второго попадут и убьют его. Зачем изобретать велосипед? Йоу, ледник. Разлом бомбовая вещь. А ледник тоже бомбовая вещь. Мы добавили атаки. Мы добавили дамага в колоду. Теперь добавим защиты. Будем делать сбалансированный билд. Я не знаю, сработает он или нет, но мы попробуем. И вот здесь, например, лучше ледник использовать. Сколько ледник дает? 7, 8, 9, 10, 11. 11 блока. Блока. Защиты. Теперь вот так. И мы защищены. Не получать урон. И все. Я понимаю, что из-за этого получается медленная колода. Которая в итоге потом умрет, скорее всего. Но нам надо пока что дожить и найти что-то хорошее, что мы добавим в эту колоду. Например, самопочинку. Элитка или не элитка? Не надо. Мне не нужны сейчас элитки. Меня и так все устраивает. Закупоренная молния, ледник в первую руку всегда. Ледник всегда в первой руке. Значит, его надо апгрейдить. Правильно? Логично? Нифига. Лучевую ячейку надо апгрейдить первую. Слазиспайр со стима? Да, слазиспайр со стима. Конечно. Не уверен насчет ледника в первой руке всегда. Но с другой стороны, смотри. Мы ледник самопочинку сразу врубили. И мы выйдем в плюс из этого боя по здоровью. И за счет уязвимости мы чувака убили. Очень легко. Бомба. Зелие силы на босса. Отлично. Не играем через мглу. Не надо. Не надо играть через сферы тьмы. Я даже не уверен, что нам нужна подзарядка. У нас уже есть защита в виде ледника. Да, энергия от подзарядки приятна. Но настолько ли она приятна, чтобы... У, враги в комнатах элитных врагов имеют на 25% меньше здоровья. У, мама. Мы, наверное, пойдем тогда сюда. Раз у нас враги имеют на 25% меньше здоровья. Вот так пойдем. Правда, вот этот бой совсем мне не нравится, но... Ладно. Платная в стиме. Да, да. Она покупается, как обычная игра. У, как плохо. Хрупкость. Хрупкость это ужасно. Проблему надо решать срочно. Так, так. Мы получим 5-7 блока. Он бьет на 13. Блин, надо было ледник выключать. Мы его все равно не добьем. Получается, 12 блока, да. И получили еще хрупкость сверху. Так, ты труп. 6, 7, 8. Только 8 блоков оставим. Еще 5 урона. Мы 7 отхилим после этого боя, но... Получили намного больше, чем хотелось бы. Ну, здесь я... Я очень много неправильно сыграл здесь. Натупил. Сколько, если помнишь? Не помню. Не помню. Так, 5-12. Нет, нам нужно вот так вот. Зачем нам спешить, а этот чувак так умрет? Я не помню, сколько спар сейчас стоит. Вообще не помню. Делие отравления. Норм. Таланты нам не нужны. Да, они могут быть интересные, но мы не знаем, какие они будут. Поэтому нам пока что пофиг на них. Как это не печально... Кто босс? Стоп. А, гексадух плохо. Поскольку гексадух, может быть, нам стоит... Может быть, нам стоит все-таки... Сделать вот так. Потому что перед гексадухом сильно лечиться тоже не надо. Козлы, блин. Полные козлы. Фак. Лучевая ячейка, шаровая молния, убьют кого-нибудь одного. Четыре плюс... Да, должно от тебя. Плюс десять. Нет, не убьет. Вот так убьет. И у нас четырнадцать блока. Супер. Крик. Топ фильм. Я помню. Крик, да, мне нравился. Хорошая штука. Надо обязательно не забыть самопочинку включить до конца боя. Шарая молния тебе. Вверху шок. Десять блока. Более чем достаточно. И сейчас нам самопочинка, наверное, придет. Мы почти все время под... Мы почти все время под... Слабостью в этом бою, но... Это уже не важно. Мы выиграли. О, не мертвы. До свидания. Ха, зелье защиты или зелье... Простите, или зелье яда. Я думаю, как это ни странно, зелье яда на гексо-духе. Хотя зелье защиты... Нефига, зелье защиты лучше. Разгон, добор. Не нужен. Автощиты. Автощиты. Если бы мы могли... Каким-то образом убрать одну карту, то можно было бы. Но так нет. Йоу, Лаговулин сразу столько дамага получил. Какой красавчик. И мы идеальные карты для первого хода получили. Самопочинку. Ну, ледник у нас гарантирован был. Будем будить? Будем. Да, давайте. Разбудим товарища. И то, что у него на следующий ход тоже уязвимость, это отлично. Йоу, еще уязвимость. Я думаю, мы сейчас берем 20 в лицо. А есть ли смысл? Мы его на следующий ход не добиваем никак. Так, можем взять вот так, плюс вот так. 19 блока. Отлично. Играю в паладинс. А я играл. Ну, это же, типа... Ну, это не батл, реально. Не совсем мое все равно. А что он три раза атакует? Я же что-то не понял. Он разве колдовать не должен? Не должен никогда? Так, это мы разрядим будет 8 урона. 8 плюс 9. Нам не хватит дамага. Так что. О, теперь он колдует, да. Что-то я напутал. Отлично. Все равно мы очень хорошо вышли от лаговулина. Плюс само море. Сейчас бесполезно. О, вау, вау, вау. И его перегрузка ядра. Ну-ка, ну-ка, иди к папочке. И мы можем улучшить карту, либо убрать карту. Я думаю, что мы убираем еще одну обычную оборону. Потому что у нас есть ледник. Да, мы могли бы улучшить, например, самопочинку. Но все остальные улучшения, они нам не очень нужны. А вот оборона явно лишняя с ледником и со всей фигней. Плюс апгрейд вот он у нас здесь. Перед этим товарищем нам надо пробыродить шок. Потому что этот чувак, он требует ДПСа. ДПСа в чистом виде. Мы его не получили на первый ход ДПС. Что, собственно, ожидаемо. Колода очень маленькая, аккуратная. И проклятие мы сможем задержать. Так, так, он бьет на 18. Что мы можем тебе замутить? Так, так, так. Так, и вот так вот. 12 мы блокируем. Он бьет на 18. То есть он нас пробил на 6. Вообще нормально. А что он не делает нам эти ожоги? Его пофиксили. Неужели пофиксили этого ушлепка? Он теперь не накладывает ожоги? А, или он ожоги так накладывал? А, вот он ожоги обычными атаками накладывает. Все, я не туплю. Все правильно. По-моему, очень хороший баланс между атакующими картами и защитными. Я родил коня. Мне очень нравится этот чат. Наш чат самый чатовый чат. Мы пропустим здесь чуть-чуть, ради того, чтобы больше дамажить. Лучевая ячейка, ты вовремя. Спасибо тебе. О, мы его добьем раньше, чем он пройдет весь полный круг. Должны, по идее. В иском случае. Мы даже должны выйти с полным здоровьем на следующий этаж. Вау, такого сильного боя против Лаговулина у нас не было очень давно. Это не Лаговулин. Но, в любом случае, такого сильного боя у нас давно не было. Машинное обучение. Хорошая вещь. Медленная, но хорошая. Йоу, Содзу, Философский Камень, Арери. Ну, да, зелья помогают. Может быть, зелья это и круто. Но мы... Арери слишком медленная. Я родил коня, а также кота. Поздравляю. Мы хотим вот сюда идти. В обход всех элиток у нас как бы есть все реликвии, которые мы хотим. Барлок, какая твоя любимая песня? Хороший вопрос. Какая у меня любимая песня? Мне очень нравится там, где нас нет, Оксимирона. Прямо очень. Наверное, вот сейчас, где нас нет, мне больше всего нравится. Так. К счастью, у нас была блокировка дебафов, поэтому он нам не сделал хрупкость. Ура! Мы живы. Но все равно весь. Сдоп энергии. Порвали. Клочья. Добор. Пролистать. Нужен? Нет? Как думаете? Или нам голограмма интереснее? Я думаю, пока мы обойдемся без добора. Может здесь у нас будет 5 энергии? Так, пузырек с кровью. Деля мы купить не можем. Можно взять невозмутимость, но у нас уже есть сфера льда. Можно взять шторм, но у нас не так много талантов. Ари Халк не совсем подходит. Хотя мы могли бы взять Ари Халк и убрать лишние карты. Но знаешь что? Я просто уберу сейчас отсюда еще одну обычную оборону. А вы скажете, ты убираешь слишком много оборон. Тебе придет писец. Да, все может быть. Но вместо той обороны мы добавим что-нибудь другое хорошее. Да? Как вам такая идея? Только не здесь. Не в этом магазине. В другом. Йоу, фиолетовые огни. Мы можем еще одну карту убрать. Так, смотрите. Какая у нас в итоге получается колода? Это, это и вот это одноразовые карты. То есть они уходят. У нас колода по большому счету. После того, как мы использовали вот эти три карты. У нас колода три удара. Две обороны. Шаровая молния, лучевая ячейка, шок и ледник. Который мы не можем убрать, потому что он у нас привязан к закупоренной молнии. Можно убрать один удар. Я хочу сохранить баланс между атак... Баланс! Баланс! Баланс между атаками и защитами. Колода из двенадцати карт. Давно у нас не было такой. Можем взять вот так. Дальше перегрузка ядра. Конечно же ледник. И удар сверху один еще. Мы не идеально идем. Далеко не идеально. У нас есть свои проблемы. То есть проклятия для нас будут очень плохи. Но у нас для этого есть оба море. Для того, чтобы на проклятие нам было плевать. И плюс у нас враги все время под уязвимостью. Прямо вот все время под уязвимостью. За счет... За счет маленькой колоды. Ну и ледник самая лучшая защитная карта. Так-то по большому счету. То есть у нас сейчас получается шесть карт и две всегда в запасе. Мы бы хотели еще уменьшить колоду, чтобы у нас все время одинаковая рука была. Я даже не знаю, что это будет. Если взять невозмутимость, мы можем делать добор. Когда нам... Я не хочу брать неулучшенные карты. Я подожду еще. О! 5 максимального здоровья потеряет 25 здоровья. Или нам лучше взять проклятие, чтобы его заблокировала Амамори. Да, намного лучше, я думаю. Да я знаю, что, кстати, у нас элитки получают 25% урона. Я думаю, все равно, даже с насекомым, мы не очень можем позволить себе элиток. Апгрейдим то, что у нас остается навсегда. То, что мы не будем удалять из колоды точно. Я, кстати, не уверен насчет вообще всего этого плана. Конечно, он вроде бы работает. Пока что. Но... Вот здесь у нас осталась лишняя энергия. То есть, добор какой-нибудь бы не помешал. И опять лишняя энергия. Да. Надо, может быть... Может быть, надо добрать немножко... Немножко сюда побольше дамага. Так, это тебя убьет? Нет. Тебя убьет вот это. Бульбек, йоу, привет. Как жизнь? Как дела? Смотрите, что мы можем. Мы можем каждый ход позволять набирать много-много брони. И нам гарантированно на следующий ход ледник придет. То есть, если нам нужно восстановить эту защиту, мы ее восстанавливаем. Второй ледник. А-а-а-а. Вы не сказали волшебное слово. Это будет слишком много ледников. Также прыжок. Я думаю, это будет лишнее. Мне надо подумать сейчас в момент. Так. Если мы добавим еще один ледник, то какая у нас получится колода? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У нас будет девять карт. У нас будет два ледника в одной колоде. Если нам приходят два ледника. В принципе, у нас энергия часто остается. Мы действительно можем попробовать взять второй ледник. Я надеюсь, что это не убьет нашу колоду прямо вот сейчас. Проапгрейдить его, естественно. Это может убить нашу колоду. Йоу, браслет дзюдзу. Это бомба для возвышения. Прямо жесточайшая. Убрать карту из колоды. Давай, детка. Убираем обычные обороны. Мы только ледники будем играть. И здесь. Фак. Не хватает 80. Один золота не хватает на дефрагментацию. Исец. Я зол. Я зол, как собака. Ну, несмотря на то, что у нас проблема с дефрагментацией, в такой маленькой колоде будет играть и сполосовать. Особенно с ледниками дорогими. То есть мы можем добавить шаровую молнию и сполосовать. А можем не добавлять. Ааа, надо. Нам надо сейчас усилиться перед боссом. А кроме зелья мы не можем использовать, поэтому через зелье мы не усилимся. Вот здесь ледник как раз самое то у нас. Верно получается лишняя. Лишняя энергия. Ау, больно. Надо его убивать. Здесь без вариантов. Так вот, ровно три дамага. Это сюда. Это тебе. Это тебе. И так даже получилась лишняя энергия. Ну. Он на нас что ли три стака уязвимости наложил? Или два? Капец, козлина. Козлина. Явно, сто процентов, это было правильно взять второй ледник. Он как раз нам сейчас занимает тот слот, который до этого, ну, занимает энергию, которая до этого времени пустовала. Но мы потеряли много здоровья. Но это очень неудачный бой для нас. Вторая лучевая ячейка нельзя, не нужно. Вторая шаровая молния еще одна, не нужно. У нас сейчас колода работает. Впервые за тысячу лет у нас работает колода. За дефекта. И это надо использовать по полной программе. Нам сейчас нужна перегрузка ядра. Очень. И мы ее не получили. До свидания. Мой любимый город. Я почти попал в знак бесконечность. Самопочинка или удар? Удар для того, чтобы он нас не ударил. Или будет проблема. Сейчас будет хрупкость, и нам придет песец. Полный П. 22 урона, у нас 7 блока. Не хватает фокуса. Все равно не хватает фокуса. Даже, блин, с такой шикарной колодой у нас нехватка фокуса. Сильная нехватка фокуса. Особо ничего не сделаешь. Стоп, самопочинка. И добиваем. Заморозка? Нет. Пролистать тоже уже не нужно. У нас уже все нормально. Пожалуйста. Зачем ты пришел в мой дом? И привел своих друзей. Змека. Я, короче, я тоже хочу в Слэйзэспайр. Йоу, это крутая игра. Действительно крутая. Дай мне ледник. Это, в принципе, все, что мы можем сыграть. А мы там не должны были заблокировать дебаф? Нет? Игра, ты решила, что мы не заслужили, да? Вау. Нет, мы заблокировали какой-то дебаф, но я не знаю какой. Мы убьем Змека, и мы убьем его, я думаю, больше не получив урона. Но если что-то сейчас ужасное не случится... Эээ... Все нормально. Сама починка у нас выключена. Я лох? Да. Ха-ха-ха. Он выжил. Хорошо, что у нас было достаточно защиты. Ооо, жесть. Дымовая шашка. Ооо, дефрагментация улучшенная. Мы спасены. Мы только что были спасены игрой. Наверное. Все равно мы можем умереть на автоматоне. Здесь. Здесь без вариантов смерть легко может прийти к нам. Но, дефрагментация дает шанс. Так что, врубаем ее и мочим его приспешников. Очень-очень быстро. Так. Так, он бьет нас на 16. То есть, нам нужно вот это вот. Это как раз достаточно блока. Молнии. Мочите их. Перезагрузка ядра. Пофиг. Он дебафы не накладывает. Ты сполосовать, подавись. Так, они бьют на 8. Можно не использовать сейчас ледник. Надо сфокусироваться на добивании. Отлично. Шок. Опять же, ледник сейчас не нужен. Нам важнее сейчас дамажить. Ну вот, на следующий ход ледник уже очень нужен будет. Но он у нас будет, скорее всего. Так. Можем ли мы убить тебя? Хрен. Хрен мы не можем. Сама починку я пока не играю, потому что, ну, толку ее играть. Сейчас будет мега атака. Внимание. Так, ты мертв. До свидания. Что у нас будет на следующий ход? Ледник, самопочинка, оборона. Ну. Мы играем ледник. Получаем немного защиты. 24. Играем оборону. В принципе, мы сыграли всю защиту, которую могли. Мы больше защиты никак не сделаем. Да, он бьет на 58. Ну. Что теперь сделаешь? Мы выжили. Это очень хорошо. Надо было сначала лучевую ячейку. С другой стороны, это не важно. Ну, а теперь пора дамажить. Если он не будет делать вторую мега атаку, у нас есть шанс. Наконец-то на него начали действовать лучевые ячейки. Господи. Что случилось? Наверное, что-то в лесу сдохнет. Так, дальше. Так, и тут дамаг вливаем. Он сейчас на следующий ход будет атаковать. Нам лучше заранее замутить себе пару сфер льда. Это, по-моему, не мега атака, да. Но все равно сильная. Живем. Не процветаем, но живем. Нет, процветаем. Он только на 3 пробивает. Все, писец тебе, мальчик. Тебе полный пэ. Йоу. Какой забег. Какой автоматон, лох. Я думаю, все это будет лишнее. Колода так хорошо работает, что даже радуга... У нас есть энергия для радуги, но... Зачем, когда все работает? Мы только можем испортить. Призывающий колокол. О, как раз. Чтобы добить колоду, как вам такая идея? Взять призывающий колокол. Одно проклятие мы заблокируем. Но зато мы получим 3 реликвии. Да, это самоубийство. Нет. Самая лучшая реликвия здесь хвост ящерицы. 100%. Я знаю. Еще недавно я бы взял колокол. С радостью. Но мы не можем. Так. Без элиточный путь. Так, 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 так. Так, так, так. Есть. Он есть. Ура. Эти чуваки всегда в первом бою? Или через раз? Мне просто интересно. 10, 12, 13. Надо дамажить. С ними сильно долго не стоит. Эт Варлок впервые на твоем стриме. Яу, привет. Добро пожаловать. Простите. Кашляну. Кстати, в каких соцсетях ты сидишь, Варлок? Ни в каких. Я сижу в... В играх. Вот мои соцсети. А, ну я зарегистрирован в ВКонтакте. И даже бот периодически дает ссылку на мой ВКонтакт. Но я прямо не сижу ВКонтакте. Капец, нас тут дамажат. Это жесть какая-то. Это просто... Мы можем умереть в этом бою. Все шло так хорошо. До определенного момента. Я попробую... Блин, тупо. Тупо надеяться на то, что... Молняя в него пролетит. Можешь сказать, как ты в ВК подписан? Варлок ТД. Так и подписан. Меня там все знают. Я очень популярный контактер. Дохожу туда примерно раз в месяц. Меня не интересуют соцсети, как таковые. Ну, не... Не, не... С кем мне там разговаривать? Я и так целый день разговариваю на стриме. Чего мне еще в соцсетях там разговаривать? Я случайно кладнул, добавил прыжок. Что может быть неплохо. Глубокий вдох. Тайное оружие. Харизма. Мы можем попробовать. У нас иногда будет играться харизма. Полечите меня, пожалуйста. Дядя, полечи меня. Дядя. Йоу. Дядя полечил нас. Игра. Ты просто... Самая лучшая игра в мире. Ты просто супер. Она нас спасает. Тупо спасает. А когда Darkest Dungeon? Этот... Вчера был Darkest Dungeon. Ну, сегодня, наверное, уже нет. А, блин, я не таково проатаковал. Надо было того атаковать, у кого меньше здоровья. А я тормоз. Ау. Так, ты мертв. Ты и ты мертв. Окей, все мертвы. Все в порядке. Мы можем его ударить? Мы не можем его ударить. Мы не будем его бить. Смысл торопиться. Он рано или поздно умрет от... Рано или поздно он умрет от... Молнии. И все. Проблема решится автоматически. Нам нужна одна молния. Так, как я и сказал, нам нужна одна молния. Вот она. Все, идем отлично. Я думаю, мы добавим Целься в глаза. Мы можем обойти или так. Либо мы можем подраться с Алидкой. Но драться с Алидкой это омега-глупость. Кстати, вот этот чувак один из тех, кто может нас завалить. Для него нужен бурст дамаг, которого у нас в колоде точка нет. Поэтому вот здесь у нас все шансы слиться. Плюс нам надо против него дохерища ходов прожить. Он все время усиливается. Ну, например, такие ходы, когда мы не дамажим на 100-500. До свидания. 14, здоровья. Ха, тут же. Песец. Два летника, да? Это самый нормальный наш... Самая нормальная защита для нас, как и атака. А еще всего лишь два хода. И, скажем, ходом он бьет все сильнее и сильнее. Не волнуйтесь, все нормально. Честно говоря, можно волноваться, начинать. Спасибо, дефрагментации. О, без дефрагментации мы были бы, я думаю, мертвы уже давно. Очень-очень давно мы были бы мертвы без дефрагментации. Ну, а так, по факту, мы более-менее живы. Капец, козел. Крепить корпус не подходит. Не подходит нам. Мы не пойдем на элитку. И мы во всех, во всех, во всех кострах будем дальше отдыхать. Мы не можем себе позволить риск с... Риск с... Апгрейдами. Они просто того не стоят. Это ты, Влад Ивченко? Ну, там написано жварлок т.д. И стоит аватарка из Ганжина. Наверное, уж я. Нам, кстати, сейчас здесь будет такой песец. Всем песцам песец. Эти двое чуваков сейчас будут взрываться. И мы ничего не можем сделать. Вау. Ну, до свидания. Вот я, очерицы. Спасибо. Большое тебе спасибо. Но мы его потратили в тупую на обычной пачке мобов. А мы ничего не могли сделать, потому что такая колода. Ну, колода до какого-то момента работала. Она и сейчас работает, но уже не идеально. Ну, это видно. 17 блока, мы тебя можем убить. Ху, жесть какая-то была. Ожоги нам нельзя добавлять. Сколько у нас еще боев? Это жесть какая-то. Плошные бои до босса. Нет. 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 И еще раз нет. Нет. Ха, да. Шансов мало. Мы тупо играем все карты, которые есть в руке. Но у нас был бы шанс, если бы нам в первой руке пришел блокиратор дебафов. А так, по факту, без этого. 10 урона плюс 9, 19. У него 28. Стоп. Мы его убили. Хо! Шара. Шаровая шара. Харизма. Его убила харизма. Крохтный сундук. Ты вообще вот мимо. Нам нужно лечение какое-нибудь или максимальное здоровье. Но мы все равно умрем в ближайшем из боев. Ну, и к тому же вы видите. Вы видите, что это за бой, да? Это нереально. А мы попробовали. Забег был хороший. Я бы сказал... Чуть-чуть не повезло. И... Я не совсем представляю, что делать к дефекту на... На таком уровне сложности на этом этаже. Надеюсь, вам понравился этот забег. Если это так, то нажимайте на кнопку лайк. Это будет огромная помощь. Хотите смотреть еще, конечно, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Ну, а я благодарю вас за то, что вы смотрели это видео. И увижусь обязательно с вами в следующий раз.